Дякуй. Мати. Я не разговариваю на белорусском языке. Суницы. Бульба. Матуля. Зябар. В белорусском языке у каждого из нас есть свои любимые слова. В двуязычной стране, где белорусский и русский языки имеют равные права и силу, проект «Читаем по белорусску с Велком» приобрел особое звучание. Осенью стартовал новый этап конкурса, в котором приняли участие порядка двух тысяч школьников со всей Беларуси. Это вельми складано было журе добрать по 30 лепших прац кожной в области и города Минска, лишь они изробили эту выдатную работу, а с Бреста нам дослали, уявите, 280 виды прац. Это выдатный выник. Цель проекта – открыть для учащихся седьмых-восьмых классов новый мир белорусской литературы и использовать для образования широкие возможности социальных сетей. Как показать, что наша белорусская литература вогули разностайная и вельми активно принимают это дело в учниках, минавито семых-восьмых классов. Когда до детей мы ездили и рассказывали им нечто про белорусскую литературу интересное, то сейчас они вельми активно сами удельничают, выкладывают на свои социальные сторонки, в социальных сетках свои видеозаписы. Это вельми доброе, вельми интересное. В каждом сюжете, в каждом выступлении отшивалось, что это Беларусь, что это белорусская девчонка, белорусский хлопчик. В интонациях, в позерках, в тварах. Это сразу было видно, что вот такие мы белорусы. Вместе с тем участие в конкурсе для молодого поколения – еще и хорошая мотивация для изучения белорусского языка. Белорусская мова – это наша родная мова. Даже если у нас в Беларуси два официальных языка, но белорусская мова, мне кажется, она важнее, чем русская, так как мы белорусы. Я надеялась на то, что я хорошо расскажу свое произведение «Верш Янки Купал из Паджина». Это патриотическое произведение, и оно каждый раз, когда ты его читаешь, напоминает нам о том, как сильно нужно любить свою страну, о том, как нужно верить в нее и никогда не сдаваться. Ребята читали стихи и прозу современных авторов и белорусских классиков, использовали весь арсенал творческих способностей. Отмечая артистические находки юных чтецов, жюри не скупилось на высокие оценки. По итогам областного отбора наш регион на республиканском этапе представят пять человек. Финал проекта «Читаем по белорусскому звелком» пройдет в мае в Минске. Ирина Ольшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.